Я Елена Крыгина, я визажист, основатель бренда Крыгина Косметикс. Быть женщиной — это не только когда ты все сама можешь, а это когда в тебе достаточно силы, чтобы побыть немножко слабой. Даже если ты можешь все гвозди прикрутить сама и все картины сама повесить дома. И это стало появляться только с возрастом. И сейчас мне очень нравится вот это внутреннее ощущение какой-то такой любви, когда ты не просто чувствуешь себя женщиной, а тебе нравится быть женщиной. Нравится быть сильной, независимой, но при этом очень мягкой и очень заботливой женщиной. Чисто женская черта. Я не знаю, как мужчины ощущают любовь, но для женщины, возможно, это природно так заложено, потому что в женщине должно быть любви как минимум на двоих, а то и на троих и больше. Любви много. И женские бизнесы, к примеру, они очень часто феерически круто сервисоориентированы, потому что там любят клиента, там хотят его прям вот создать для него атмосферу тотального комфорта, чтобы он чувствовал себя как дома. Женщины в бизнесе часто, и я так же делаю, брифуют своих сотрудников и говорят, вот представь, что к тебе пришли в гости, представь, что к тебе пришли домой, представь, что это твоя мама, представь, что это твой любимый человек, вот как ты будешь ему рассказывать о продукте или об услуге и так далее. И это очень часто понимают, причем только женщины-руководители с женщинами-подчиненными, потому что это совершенно другое, не рабочее общение, когда ты четко понимаешь, что тебе надо донести, тебе нужно донести какую-то вот эту любовь. Она неосязаемая, ее невозможно потрогать, но ее можно почувствовать. И это, как правило, внимание к деталям провоцирует. Это провоцирует на заботу о коллективе, о состоянии, я не знаю, твоих бытовых элементарных условий, когда при маленьком бюджете можно создать такой уют, в который заходишь и не хочется уходить с него. И сила женщины, безусловно, в той вот этой огромной, с каждым днем просто разрастающейся любви, которую она может подарить, с помощью которой она может решать проблемы, решать их очень твердо при этом, очень осознанно, принимать решения. Но для женщины очень важно, что бы она ни делала, да, не знаю, революцию, косметику, выращивала цветы. Вот что бы ни делала женщина, она должна делать это по любви, потому что женщина не может быть заставленной что-то делать. Если женщине дать возможность делать что-то по любви, она сможет сделать все. Она может просто весь мир покорить. Нет ничего невозможного для женщины, если она занимается тем, что ей нравится. Если она занимается это с теми, кто ей нравится, потому что она будет хотеть нравиться другим. И вот эта вот просто огромная какая-то позитивная энергия может вырасти в грандиозные проекты, в великие дела, в великие открытия. И таких примеров, таких женщин, которые вошли в историю, навсегда заняли в ней свое ключевое место, таких женщин очень много. Так что ты женщина, и ты можешь. Можешь.